приветствую вас в этом видео на связи Вячеслав Вопилкин и я рад что вы проявили интерес к моему курсу 5 шагов к бесплатному трафику я уверен что вам понравится этот курс и с помощью него вы сможете настроить систему привлечения трафика в несколько интересных проектов а также получите систему дополнительного дохода которую можно будет автоматизировать и она будет постоянно привлекать вам трафик подписчиков и хороший заработок и так давайте начнем обучение и в первом уроке мы рассмотрим расширение для браузера vkboss и так давайте я покажу что это за сервис что он себя представляет и какие возможности он нам дает для получения трафика так давайте я зайду на страницу на которой вы сейчас находитесь то есть вот этот наш обучающий урок и здесь есть домашнее задание то есть есть ссылочка для получения доступа к сервису vkboss нажимаем на эту ссылочку и нам открывается страница откуда мы можем установить уже это расширение в наш браузер в данном уроке я покажу как это можно сделать в браузере яндекс также это расширение работает в браузерах google chrome и опера вот для того чтобы установить расширение нам нужно нажать на кнопочку попробовать бесплатно и авторизоваться через вконтакте то есть у вас должен быть открыт ваш профиль вконтакте после этого вы нажимаете кнопочку войти через контакте появляется такая форма и мы мы нажимаем разрешить все после этого нажимаем кнопочку завершить регистрацию все регистрация у нас успешно прошла и теперь нам нужно установить это расширение в наш браузер то есть мы нажимаем на ссылочку инструкция по установке вот здесь у нас получается для google и для яндекс одинаковая установка происходит нажимаем установить все открывается у нас интернет-магазин chrome и нажимаем кнопочку установить утверждаем установить расширение все отлично расширение у нас установилась теперь нам нужно авторизоваться в нем нажимаем галочку и кнопочку авторизоваться здесь также нажимаем разрешить все и у нас получается вот эта вот иконочка загорелась синеньким цветом то есть значит расширение уже установлен и здесь появились вот такие вот рычажки на которые мы можем нажать и уже у нас появится панель со всеми функциями работы в к босс так и теперь давайте я вам покажу какие функции мы можем использовать и для чего эти нам функции нужны будут дальнейшей работе так функция секретарь очень интересная функция которая позволяет делать нам приветствие когда человек добавляется к нам друзья мы его приветствуем и можем то есть в этом приветствии дать ему какую-то ссылочку уже на свою подписную страницу например то здесь нажимая шестеренка и здесь вот мы можем прописать приветствие которое будет отправляться человеку немного позже я вам покажу как все это сделать сейчас пока пройдусь взорно по всем функциям то здесь можно задать интервал проверок раз 10 минут будет проверяться добавление в друзья и отправляться им сообщение то здесь можно настроить каких мы друзей можем сразу добавлять друзья которых можно отправлять подписчики но я на своем аккаунте на одном всех добавля fueron у кого больше 5 общих друзей вот если у них меньше то есть я их отправляю подписчики и отправляем тоже приветственное сообщение также здесь есть функции которые помогают нам делать например разные приветствия для подписчиков для друзей можно делать управлять всех людей которые добавляются в друзья в подписчики и потом уже ждать от них ответа какого-то и уже потом решать, добавлять его в друзья или не добавлять. То есть здесь разные приветствия можно всем мужчинам и женщинам приветственная благодарность. То есть здесь можно поставить всем подписчикам, например то есть которые будут отправляться подписчики и мужчинам и женщинам делать разные приветствия и также можно всех отправлять подписчики. То есть тогда здесь будет одно сообщение которая будет отправляться всем, и люди все будут отправляться в подписчики. Вот такая вот функция, очень полезная, то есть для нашей системы она будет крайне важна. То есть когда мы будем добавлять друзей, эта функция будет отрабатывать и привлекать нам подписчиков. Еще одна очень интересная функция – это поздравление друзей. То есть здесь вы можете поздравлять своих подписчиков с днем рождения, знакомых, и отдельно поздравлять мужчин и женщин. Вот эта функция нам нужна будет для того, чтобы также наших подписчиков, либо друзей ВКонтакте переводить уже в подписчики в рассылку. Вот здесь мы можем поздравлять подписчиков поставить, поздравлять только знакомых. И отдельные поздравления для мужчин и женщин, ну в принципе это нам не нужно. То есть в нашем случае мы можем поставить здесь галочку, здесь галочку убрать, чтобы у нас поздравлялись все наши друзья и подписчики. То есть здесь уже можем будет прописать сообщения, поставить уже, например, также ссылочки на какие-то свои подписные страницы. Здесь еще есть интересная функция – можно рандомизировать наше поздравление, то есть прописать несколько вариантов для разных слов. То есть каждым поздравлением будет какая-то уникальная фраза. То есть тем самым мы исключаем возможности бана для ВКонтакте. То есть у нас не будет повторяться одни и те же сообщения. Тоже очень интересная функция. И в дальнейших уроках я вам покажу, как это все настроить. То есть самое главное вам дойти этот курс до конца. Следующая функция – привлечение внимания. Тоже очень классная функция. Здесь мы можем выставить, например, 150 лайков, задать определенную аудиторию, которая будет лайкаться, и уже здесь проставить, то есть какие у нас будут посты, фото, лайкаться у людей, у определенной аудитории, которую мы можем сюда загрузить. Здесь есть очень интересная функция. Можно делать лайки по списку. То есть вот здесь вот можно загрузить список каких-то определенных людей, которых можно также, например, спарсить через Target Hunter или можно спарсить вот самим же инструментом, который здесь есть. Нажимаю кнопочку «Управление списками» и вот здесь можно загрузить определенный список. Вот если у вас этот список не подготовлен, то есть вы можете, в принципе, зайти в любую группу. Покажу на примере своей группы. То есть заходим в группу. И здесь у нас появляется вот такой вот значок «Собрать СА». То есть мы можем здесь выбрать пол, все города, но это, в принципе, нам не надо. И нажать «Запустить автолайк». То есть сейчас вот эта вся аудитория спарсится, определенные группы. И мы можем уже эту аудиторию пролайкать потом в дальнейшем. Вот уже аудитория собралась, то есть и вот уже пошел процесс автолайкинга. То есть также можно собрать аудиторию с какого-то поста, то есть собрать с лайков и репостов, собрать с комментариев, то есть что очень хорошо себя показывает. То есть когда человек загрузил новый пост, у него люди начали его лайкать, комментировать. То есть это, как говорится, самая горячая аудитория, которую мы можем пролайкать, и она потом в дальнейшем также может добавиться к нам в друзья. Очень классный инструмент. И также есть еще инструмент «Лайки на комментарии». То есть в каждом посте у нас, например, тоже есть какие-то комментарии. И здесь мы можем нажать на такую кнопочку «Лайки на комментарии» и запустить. То есть тем самым система сейчас показывает, что найдено три комментарии, и она сейчас их пролайкает. То есть она будет лайкать и людей, и комментарий. Вот это все тоже дает хороший результат. Люди видят это в уведомлениях у себя. Что их кто-то пролайкал, и многие добавляются в друзья. Вот, а теперь давайте я вам покажу, как эта система у меня уже работает. То есть уже все, друзья добавляются, сообщения отправляются. То есть вот и до сегодня он обработал уже 140 заявок. И всем уже отправлены сообщения. То есть кто-то уже отвечает. Можно уже посмотреть, что люди реагируют. То есть и вот это все сообщения управляются людям, которые добавились в друзья. То есть вот только много сообщений. Все, люди начинают реагировать, подписываются на ссылку. И в дальнейшем, то есть через рассылку, они уже проходят по нашей воронке. Именно вот ту воронку, которую вы сможете получить, уже пройдя все эти пять уроков. Давайте еще зайду в свой кабинет Сендлер, покажу результаты. Просто вчера начал запускать эту систему, какие результаты. Итак, я перешел в свой кабинет Сендлер. То есть обновляем. Посмотрим подписчики. Это я вижу, что у меня буквально вот за эту ночь, то есть добавилось около 10 подписчиков. То есть ну и можно посмотреть метки. Я поставил. То есть вот только сделал эту метку, вот уже 9 человек у меня добавилось. Вот из приветствия, также вот из поздравления люди добавляются. То есть вот здесь уже 54 человека. Вот и то есть вот за день буквально 12 человек уже пришло. То есть вот благодаря этой системе вы сможете также на автомате привлекать уже себе подписчиков в рассылку именно ВКонтакте и потом с ними взаимодействовать путем серии писем и вести их по уже готовым урокам. Итак, сейчас вам необходимо будет, получается, перейти вот по этой ссылочке, которая будет под видео, установить систему VKBOSS, настроить ее, то есть и получать, перейти уже к просмотру урока номер 2. В конце этого курса, то есть вас будет ждать подробный урок, как получить всю эту систему, как начать уже настраивать ее и получить все инструкции по работе и развитию всего этого арсенала, который позволит вам на автомате получать подписчиков и зарабатывать. С вами был Вячеслав Опилкин, жду вас во втором уроке, поэтому нажимайте на кнопочку «Смотреть урок 2» и вас ждет очень интересный сервис, который поможет тоже автоматизировать многие процессы работы ВКонтакте.